Добрый вечер, уважаемые ангарчане! Сегодня в нашей студии городской Александр Александрович, председатель Думы ангарского городского образования. Добрый вечер, Сан Саныч! И говорить мы с вами будем, очевидно, о наболевшем генплане, который, если мне не изменяет память, никогда так страстно и бурно не корректировался, не принимался, как в этот раз. Сюжеты, показанные в новостях на нашем канале, красноречиво об этом говорят. И позиции, изложенные некоторыми представителями общественности города, почетными гражданами, директорами института горпроекта Павловой Татьяной Федоровной, ну и рядом других лиц, говорят о том, что страсти кипят. Так вот, первый вопрос, который я хочу вам задать, в чем причина этих страстей? Либо в слабой подготовке генплана, либо в некомпетентности людей, которые его готовили, либо в оппозиционном характере людей, которые сегодня обсуждают этот генплан, ну и так далее. В чем причина страстей? Ну, страсти дальше будут кипеть, но об этом чуть попозже. Во-первых, здравствуйте, Анатолий Алексеевич, добрый вечер, уважаемые ангарчане. Страстей много, но справедливости ради надо сказать, что примерно подобные страсти, просто уже подзабылось, кипели вокруг генплана в 2005 году и 2009 году. Ну, поскольку в тех созывах Думы я также был, может быть, не столь глубокое и активное участие принять пришлось в нем в силу несколько иной профессиональной деятельности, но сейчас в силу своей прямой профессиональной заинтересованности, как председателя Думы, я, конечно, в этот генплан погружался максимально. Проблем, конечно, здесь хватает. Я имею в виду не в самом генплане, а в принятии его. На сегодняшний день можно сказать с уверенностью, что принятие генплана торпедируется определенными заинтересованными лицами и даже группами, начиная с момента подготовки к выбору подрядчика. Института, организации, которая взялась за подготовку этого проекта, который в дальнейшем рассматривался и был принят. Вот с того момента началось торпедирование. Как в сентябре месяце началось формирование закупки, так и понеслась, что называется. И обращение в ФАС, и обращение в суд, и целый ряд, скажем так, подковерных методов борьбы. Публичное слушание – отдельная песня. Впервые публичные слушания были проведены в каждом населенном пункте. Ну, у нас округ в таком формате впервые, поэтому тут это не заслуга, а констатация факта. Но впервые публичные слушания по генплану вызвали столь бурную реакцию, столь активное, можно сказать, сопротивление. И все же ведь известно, все документировано. И сколько платили оппоненты наши людям, которых привезли специально для участия в слушании в городе Ангарске, в Зарце ветеранов. И как люди совершенно не заинтересованные в услышании этого самого генплана, просто заходили, спрашивали, где можно расписаться, тут же голосовали против, выходили, получали деньги, уезжали. Все это заснято, все это документировано. Другой разговор, что не стоит задача кого-то поймать, что называется, за хвост, и кого-то посадить за вот такие действия. Идет серьезная работа по подготовке основополагающего документа для развития территорий. Поэтому старались не отвлекаться. Старались выполнить требования законодательства по максимальной публичности рассмотрения этого документа, учету всех предложений, которых было сделано более 200. по их оценке, по оценке возможности их включения в генплан, учета этих предложений в генплане и в дальнейшем принятия. Фактически, надо сказать, работа над генпланом велась более 6 месяцев. Поэтому говорить о скоропалительности, скороспешности, конечно, не приходится. Только в декабре месяце, когда отдали документ в правительство Иркутской области, только 3 месяца правительство работало с ним. Было получено большое количество предложений от профильных министерств. Эти предложения были учтены. Это касалось и развития инфраструктурных каких-то объектов, и развития сети социальных объектов, которые находятся сегодня в ведении региона, в ведении федерации. То есть, это все кропотливая, подробная, невидимая для постороннего взгляда работа, которая в итоге вылилась в положительное заключение правительства, подписанное зам. председателя правительства Болотовым Русланом Николаевичем. И все это дело было приложено к документам, которые рассматривали депутаты. Депутаты в ходе проведения всей работы, публичных слушаний, и в ходе подготовки документа, при рассмотрении этого документа, проекта, на тот момент еще, выходили и на главного архитектора, на Культику Ильину Николаевну. И в составе комиссии отработали, озвучивая, говоря о всех тех пожеланиях, наказах, страхах и опасениях своих избирателей. В частности, по зеленой зоне в 33-м микрорайоне. Виктор Федорович приехал, обсудил, поговорил, убедился, что зона зеленая внутри микрорайона сохранена в предлагаемом генплане. После чего уже, скажем так, более спокойно продолжилась работа. То есть каждый депутат получил не только возможность в виде документов, которые были представлены, но и в том числе погрузиться лично, в личном общении. Мы только на комиссии по градостроительству, когда рассматривали, более пяти часов просидели. И было практически полдумы там, 11 человек депутатов, которые отработали все, каждый из предложений, почему принято, почему не принято. Часть предложений касались не генплана, часть предложений касались других документов, которые тоже связаны с терпланированием, с той же ПЗЗ, правильной землепользовательной застройки. Но генплана отношения не имели, поэтому на этом этапе они не были учтены, были отклонены. Какие-то предложения касались, скажем так, выходили за пределы нашей компетенции. В частности, непринятые предложения от Союза архитекторов касались планирования земель за Китоем, то бишь Усольские земли. Всего было учтено 64% предложений Союза архитекторов. А если взять в сумме от всех предложений, 73% предложений, которые находились в пределах закона, были учтены от тех предложений, которые были сделаны гражданами, организациями, в том числе и Союза архитекторов. Мнение жителей, мнение организаций, населения, давайте так это говорить, живущих на территории, которые планируют связывать свою профессиональную и просто жизненную территорию с нашим Ангарском, со всем округом, были услышаны. Хорошо. Те, кто возмущены генпланом, говорят о том, что не учтены интересы льготников. В чем здесь проблема? Опять же, повторюсь, говорить можно о чем угодно. Вопрос аргументации. Имеет место быть, на мой взгляд, передергивание фактов, подтасовка. В принципе, обычные вещи в политической борьбе. А это просто политическая борьба. Борьба оппонентов с мэром. Я уж не буду о себе говорить, со мной особо-то и не борются. Но здесь вопрос очернения администрации. В какой-то степени и думы, когда сегодня нас обвиняют в принятии неподготовленного, плохо подготовленного документа. Речь идет о чем? Генеральный план не предусматривает статуса земель. Для льготников она, для коммерческой застройки она. Генплан определяет зона живой застройки, зона промышленности, лесной фонд, сельскохозяйственные земли, рекреационная зона, зона общественно-деловой застройки. Все. Кто будет застройщиком, собственником земель? Какие это будут участки с точки зрения геометрии, с точки зрения розоветров и все остальное? Определяет Негин план. Как можно сегодня сказать, что у льготников отобрали землю? Если земля для, условно говоря, застройки под индивидуальную застройку, в том числе и льготникам, и под многоэтажную застройку, не обязательно это многоэтажей более пяти, в том числе и под пятиэтажную застройку, с точки зрения генплана не отличается одна от другой. Это просто зона, где будет жилье. А кто будет автором этого жилья? Собственником. И жителем это уже второй, третий или даже четвертый вопрос. И к генплану он сегодня отношения не имеет. Это, еще раз говорю, это очень удобный аргумент. Его удобно вбросить в публичное поле. Удобно апеллировать к нуждам льготников для отстаивания своих интересов. А интерес сегодня один. Не дать принять генплан. У них, к сожалению, вернее, к счастью не получилось, но, к сожалению, они были очень близки к тому, чтобы не принят был генплан. Союз садоводств чего боится? На сегодняшний день Союз садоводства особо ничего не боится. Дело в том, что есть индивидуальные опасения, есть индивидуальные недовольные и очень сильно недовольные. Но это отдельная история, фактически индивидуальная. И это люди из разряда непримиримых. К сожалению, в силу объективных причин, их интерес прямо пересекается с законом. И обойти закон в этой ситуации невозможно. Но от этого их боль от нереализованных надежд становится меньше. Поэтому они, конечно, будут все равно продолжать говорить о нарушениях. Что касается садоводств. Вообще, в принципе, СНТ на сегодняшний день генпланом, об этом уже было много сказано, в том числе и вашей телекомпанией, что произошло фактическое узаконивание садоводств, которые находятся в черте города, в том числе, и в том числе в пойме Китой. Они находились либо в рекреационной зоне, где нет возможности вести вот это вот индивидуальное хозяйство. Но самое главное, там может огородничать-то и можно, а вот установить статус жилого дома, где можно прописаться, было нельзя. А сегодня такая возможность появляется. Узаконены жилые фактически дома, которые находились в санитарно-защитной зоне, в строителе. Узаконена жилая зона, установлена, да прочее сказать, где она не установлена. По-моему, только Новоодинская не коснулась. И, по-моему, и все. А практически везде, сейчас начну перечислять, это больше полутора десятков микрорайонов города и населенных пунктов нашего округа, где зона жилая либо была впервые установлена, либо была заметно расширена. Это факт. Называется медицинский факт, с которым спорить достаточно трудно. Но продолжают спорить. Новый генплан предусматривает более 460 гектаров под новое жилье. Из них по закону, примерно, я сейчас буду говорить примерно, потому что там, это с учетом дорог, инфраструктурных объектов, социальных объектов, все. Примерно около 80 гектар пойдет под льготников. Это примерно 700 участков. То есть, льготники обижены не будут. Как, если закон есть? Если даже у кого-то сильно захочет это сделать, ему не позволят ни прокуратура, ни Дума, ни жители, в конце концов. Понятно. Сан Саныч, и все-таки, много лет город мечтает шагнуть на левый берег Китоя. Предыдущие разборки плана и их корректировки, как бы были попытки внести строительство моста на остров Большой, на острове Большой создать какой-то парк для отдыха трудящихся, шагнуть на левый берег. Там какое-то строительство, жилое развить и так далее. Сегодняшний генплан, я понимаю, он впрямую ничего не нарисовал туда, но хотя бы предусматривает такую перспективу на будущее? Или он отрезает все подступы к острову и к левому берегу Китоя? Еще два года назад трудно было себе представить саму возможность объединения в Ангарский городской округ, но это получилось. Поэтому отметать возможность некоего слияния, объединения, изменения границ между районами Ангарским и округом теперь, и Усольским, и Иркутским, и Шелиховским, в перспективе на десятки лет вперед, конечно же, нельзя. Все, что угодно может произойти. Но в обозримом будущем, на которое рассчитан этот генплан, такая перспектива не просматривается. Нам из Ангарского района, рассыпавшись на пять субъектов, четыре поселения и район, десять лет понадобилось, чтобы собраться снова до кучи. А чего говорить про изменение границ между муниципалитетами? Поэтому сегодня в этом смысле генплан реалистичен. Мы не стали рисовать каких-то воздушных замков светлого будущего для всех-всех-всех сразу. Такого здесь нет. Другое дело, что от того, что мы не имеем возможности сегодня говорить об Усольских землях, как о своих, не означает, что мы должны забыть проблемы тех СНТ, тех садоводцев, тех ангарчан, которые там живут. Поэтому сегодня взаимодействие с властями Усольского района имеет место. Взаимодействие хорошее, плотное. К сожалению, не всегда результативное в силу бюджетных сложностей у муниципалитетов. Но, тем не менее, это я так, к слову. То есть, на сегодняшний день генплан не имеет захватничического аспекта, я бы так сказал. Понятно. Хорошо. А что предусматривает генплан в отношении четвертого поселка, нового поселка? Там планируется развитие как жилой зоны, там планируется развитие жилищного строительства, строительства социальных объектов, в том числе и регионального значения. Регион попросил зарезервировать часть определенную земли под возможное в дальнейшем строительство среднего специального учебного заведения, колледжа, назовем это так. Но это все по просьбе профильных министерств из области. Это не означает, что он там появится в 2018 году или в 2020 году. Это возможность. Пока возможность. Будет ли она реализована, это вопрос второй. Но сегодня такая возможность этим генпланом предусматривается именно с учетом пожеланий профильного министерства. Объединенный народный фронт, как известно, тоже критически посмотрел на генплан. Как вы оцениваете его позицию? С большим уважением могу сказать о том, что общероссийский народный фронт, его представители в Иркутске посмотрели в сторону Ангарска и в сторону генплана Ангарского. К сожалению, получилось так, что мне не удалось поприсутствовать на этом заседании. Но я уверен, что поскольку на генплане работа не заканчивается, впереди еще ПЗЗ, впереди еще программы развития инженерной инфраструктуры, впереди еще много всего связанного именно с территориальным планированием. Поэтому мы эту работу будем продолжать, а для того, чтобы все-таки здесь как можно меньше было спекуляций на любых вопросах, это же не только касается генплана, это сейчас у нас-то много еще чего будет, чуть немного погодя это, и бюджет будет, и много еще чего будет. И чем ближе к осенним выборам, тем накал страстей будет все больше и больше и больше. Поэтому здесь я бы очень хотел, чтобы у нас установились деловые, профессиональные отношения, основанные на полноценном обмене информацией. Естественно, мы открыты для каких-то критических замечаний, мы не во всех вопросах семи пяди во лбу и далеко не всегда можем претендовать на исключительность своего мнения. И для этого мнение общественности, в том числе и общенародного фронта, общероссийско-народного фронта, безусловно, очень важны. Поэтому здесь сотрудничество нам очень нужно. Вот я рассчитываю на то, что это сотрудничество будет установлено, и все вопросы будут решаться в таком открытом режиме. Понятно. Вы верите в справедливость и правильность этого плана? Если бы я не верил, поверьте, мы бы за него не голосовали, не проголосовали, я здесь не могу за каждого депутата говорить, но вопрос, вероятнее всего, даже не дошел бы до голосования. Дело в том, что по процедуре, и это тоже, кстати, особенность генплана, это, пожалуй, один из немногих вопросов, которые Дума не может корректировать путем голосования. Генплан, согласно, вообще есть специальный нормативный акт, закон, градостроительный кодекс, который в числе прочего расписывает подробнейшим образом подготовку генплана, его разработку и принятие генплана Думами муниципалитетов. По этому градостроительному кодексу внесенный проект в Думу, Дума может либо принять, либо отклонить, отправить на доработку. Голосованием вносить коррективы, а давайте вот тут же зону же поставим, жилой застройки, да, или вот здесь давайте поставим что-то иное, невозможно. Депутаты могут влиять на это только на этапе публичных слушаний, работы в комиссиях, на рабочей Думе, но важно понимать следующее, основополагающим является закон, градостроительный кодекс, все остальное вкусовщина. Так вот, почему в том числе, у меня такие упреки уже попытались сделать, не было широкой дискуссии на Думе. Дело в том, что и широкая дискуссия была, и на Думе была, и на рабочей, и на комиссии. Но когда выходим на принятие генплана, отчетливо понимая, что либо мы его должны завернуть, но для этого нужны аргументы, обоснованные, железобетонные, что называется, аргументы, или мы его принимаем. Депутаты железобетонных аргументов завернуть его не имели, и не потому, что им их не дали, а потому, что они, знакомясь со всеми материалами, посчитали, что генплан, в общем и целом, несмотря, может быть, на некоторое количество недовольных, он все-таки соответствует закону. У нас было получено, я уже сказал об этом, положительное заключение из правительства, и прокуратура не увидела нарушений закона на этапе подготовки и принятия. Но прокурор все-таки заметил, что вопросы остаются. Вопросы, безусловно, остаются, но остаются они не в связи с тем, что что-то было не так в процедуре принятия, а в связи с обращениями граждан, которые на сегодняшний день, судя по заявлениям оппонентов, будут продолжаться. Ну что ж, мы готовы к этой работе. Важно понимать следующее, что не исключаю, и это, наверное, будет, и более того, это будет обязательно, будем возвращаться к корректировке генплана в связи с изменениями в законодательстве, в связи с изменениями в планах, в связи с изменениями еще в чем-нибудь. Это нормальный процесс. Любой документ, даже такой основательный и серьезный, как генплан, подлежит корректировке со временем. Ну да, в связи с тем, что должна быть взаимосвязь с сотрудничествующими документами. Конечно, безусловно. Ну что, я благодарю вас за участие в этой передаче и желаю успехов и вам, и генплану в своей жизни, в своем существовании. Успехов всему Ангарскому. Спасибо. Спасибо. Спасибо.